Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Марина Африкантова считает, что она не заслуживает третьего места в полуфинале конкурса человек года. Она написала «Очень странно и обидно, что многие считают, что я недостойна финала. Думаю, ребятам выгодно засаживать меня. Думаю, это зависть или месть за маму, которая была с ребятами в конфликте. Люди не любят сильных личностей, как Чуев, как мама. Антифанаты Чуева, перестаньте меня оскорблять». Ребята на поляне не верят в искренность отношений Насте Волынец и Богдана Бобрика. Руслана Мишина озвучила это коллективное мнение. То, что творится в их отношениях, это кошмар. Ребятам нужно признать, что у них уже давно нет любви, а есть только страх выйти из зоны комфорта. Будьте честны друг с другом, а то вечно недовольная кислая Настя и никакой бобрик нам уже надоели. На поляне состоялось женское голосование. Ведущий дали иммунитет Даша Сухорученко. Даша пишет «Я не отрицаю, что я сейчас не настолько яркая, как была до этого, но это период такой. Но в ближайшее время я покажу вам искренние отношения». Покинула же проект новенькая Настя-Вощилка, которая приходила к Косте Иванову и заселялась с ним. Андрей Чуев довел Ольгу Жемчугу до слез и за это ее супруг Глеб его избил. Глеба будут судить за рукоприкладство. Ольга рассказывает «Глеба, думаю, посадят за драку с Чуевым. Сказали, что это я спровоцировала, натравила мужа. Уже и оправдываться нет сил. Я просто расклеилась, запуталась в себе». Тимур Гарафуддинов тоже подал в суд на Жемчугова, засрыв концерта в Саранске, который организовала Надя Соколовская. На суде друзьям удалось заключить мировое соглашение, и Глеб избежал наказания. Редакция сайта «Дом-2» сообщила в новостях о том, что Элла и Игорь Трегубенко поссорились и подрались. Но Элла опровергает эту информацию. Татьяна Африкантова поведала в видеотрансляции о своей очередной безумной выходке. Она позвонила своему старому отцу и посоветовала ему посмотреть эфир, где бьют Марину. Вот что она рассказывает «Был эфир драки Чуя с Федей, я позвонила отцу и закричала «Папа, папа, включай телевизор, там Маришу бьют». Он там что-то вягнул, а я положила трубку и побежала смотреть эфир». После этого у старика случился сердечный приступ. Татьяна Владимировна продолжает. «Мне позвонил мой брат и сказал, о божье создание, куда же тебя привела кривая судьбы? Тварь поганая, что ты наделала? Отца с приступом забрала скорая помощь. Если с ним что случится, это будет на твоей совести, если она у тебя осталась». Зрители уверены, что в погоне за славой женщина совсем потеряла голову. Вика Романеца провергла слухи о своем возвращении на «Дом-2», который ходит в сети. Девушка сказала, что даже на «Олимп» никогда не придет. Ей неприятны пустые разговоры о том, чего нет. Мы уже рассказывали о том, как свадебные снимки Михаила Терехина и Анны Калашниковой взбудоражили сеть. И было непонятно, действительно ли бывший любовник Бородиной женился на брошенной невесте Шаляпина. Стала известна правда, которая никого не удивила. Ночное бракосочетание было не настоящим, оно было организовано для нового клипа Анны. Психолог Михаил Козлов посмотрел эфиры Дома-2 со своим участием и понравился себе в эфире и решил похудеть. Сейчас мой вес 90, торжественно обещаю весить к 1 сентября не более 86. Если же не сдержу обещание, то подарю 50 тысяч рублей тому участнику Дома-2, которого в эфире 1 сентября будет судить судный день. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.